МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. Это значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. Меня зовут Максим Дудников. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Волна выпускных торжеств накрыла вузы Приморья. В этом году тысячи бывших студентов покинули родную Альма-Матер. Думаю, или поступать в аспирантуру, или уже идти дальше в светлую жизнь. Печальная статистика. Трое утонувших за две недели в Приморье. Массовый купальный сезон еще не начался. Однако о безопасности на воде пора всерьез задуматься всем без исключения. Проводится в главном управлении в связи с этим. Это акции «Безопасный берег», акции «Научись плавать», чтобы привить детям непосредственно знания о безопасности поведения на воде. Также в выпуске. В России вводится новый порядок регистрации автомобилей, вследствие которого об обязательном визите в ГИБДД можно будет забыть. И еще расскажем. Более 50 воспитанников ведомственного детского сада завода «Эра» администрация города устроила в муниципальные сады. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. На днях исполняется 49 лет со дня полета «Аполлона-11» на Луну. Экспедиция проходила с 13 по 24 июля 1969 года. Жители Земли впервые в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела – Луны. Нил Армстронг и пилот Эдвин Олдрин оставались на ее поверхности в течение 21 часа 36 минут. К слову, из официальных источников в Кремле стало известно, что Россия не останется в стороне от развития общих космических тенденций. И планирует создать сверхтяжелую ракету для работы в дальнем космосе. Сначала на окололунной орбите, а потом и для доставки грузов на Луну. Программа рассчитана до 2030 года. Кстати, в День космонавтики в нынешнем году глава государства сообщил, что испытания сверхтяжелой ракеты начнутся через 10 лет. А стартовый комплекс будет построен поблизости от Приморья на космодроме Восточный. У нашей страны есть партнеры и по Луне, и по изучению Марса. Это Соединенные Штаты, Канада, Япония и Евросоюз. Есть технологии, желания и финансовые возможности для исследований. Так что на Луну, а затем и на Марс полетят и российские ракеты с космодрома в Амурской области ближе к 2030 году. Несомненно, освоение Луны и Марса уже не за горами. И это станет возможно в том числе благодаря грамотным специалистам, которых успешно готовят учебные заведения нашей страны. А тем временем в России официально завершился основной период сдачи единого государственного экзамена выпускниками школ. Все результаты тестов уже известны, и настало время старта вступительной кампании в высшие учебные заведения. По традиции в администрации края провели пресс-конференцию по итогам кампании ЕГЭ-2018. В Приморье, как и в целом по стране, результаты улучшаются. Количество людей, получивших на экзамене высокий балл, становится все большее. Подробности узнаем у Катерины Матвеевой. Отличников в Приморье становится больше. 2777 школьников набрали 80 и более баллов на едином госэкзамене. В прошлом году таких ребят было практически на четверть меньше. Ситуация по стране в целом, она примерно одинаковая. У всех практически вызывали именно трудности, вернее, не трудности, вызывали опасения, результаты именно по профильной математике. В целом по стране картинка одинаковая. Поэтому сейчас разрабатывается целая концепция развития математического образования. И на это будет делаться огромный упор, ну и в том числе и у нас. Итак, в этом году в государственной итоговой аттестации приняли участие более 11 тысяч человек. ЕГЭ сдавали 10 683 выпускника. Из них 9728 – выпускники 2018 года. 979 – выпускники прошлых лет. 201 – студент среднепрофессионального образования. 2777 человек – высокобальники. В прошлом году их было 1915 человек. 36 – 100-бальники. В прошлом году их было всего 15 человек. 26 человек набрали максимальный балл по русскому языку. Два по литературе, два по информатике, два по обществознанию, два по истории, один по физике, один по математике. Чего стоило ребятам достичь таких успехов, остается только догадываться. У меня есть примета, если я утром высыпаюсь, то я хорошо пишу обычно. Вы сегодня выспались? Да, я старался. Я просто готовился, все рассчитываю на свои силы. А как долго готовились? Ну, не знаю, с самого начала года. Минимум я сдам. А так я не знаю, как повезет. Волнуюсь очень сильно. Любой экзамен – это мощный стресс, серьезно влияющий на здоровье. Интенсивная умственная деятельность, нагрузка на одни и те же мышцы и органы из-за длительного сидения за учебниками, нарушение режима сна и отдыха, эмоциональные переживания приводят к перенапряжению нервной системы. Головная боль, тошнота, кожные высыпания, растерянность, паника, страх, ночные кошмары – вот далеко не полный перечень недомоганий в период сдачи экзаменов. Те, кто, казалось бы, длинно готовился, ну, не показывают тех результатов, которые на них ставят болельщики. Потому что ЕГЭ – это как в спорте. Нужно здесь и сейчас собраться и подтвердить свои умения, знания, навыки, которые на протяжении стольких лет, в общем-то, в тебя вкладывались. По городам для школьников проводились различные тренинги, которые должны были помочь справиться с волнением перед ЕГЭ. Первый прием – негативная мысль. Я не сдам экзамен, но я ее меняю на позитивную. Я сделаю все от меня зависящее. Вот туда надо переводить, в это русло. То есть, как только мысль пришла, что вы не зайдите экзамен, вы тут же ее меняете усилием воли на то, что вы сделаете все от вас зависящее. Советы психологов помогли явно не всем. На сегодня известно о 16 серьезных нарушениях правил проведения экзамена. Ребята принесли на ЕГЭ шпергалки и телефоны. Также в этом году участники аттестации подали более 380 апелляций, что гораздо меньше, чем в прошлом году. Большая часть детей, которые у нас подавали в этом году, все-таки изъявили желание рассматривать апелляции в их присутствии, либо в присутствии их законных представителей. Единственным условием или ограничением, когда конфликтная комиссия не рассматривает апелляции, это вопросы по содержанию структуре заданий контрольно-измерительных материалов, либо это вопросы, связанные с заданиями с краткими ответами, мы их тоже не апеллируем. В случае, если участникам ЕГЭ была нарушена сама процедура, а также мы не рассматриваем черновики. Следили за выпускниками пристально. Всего были задействованы 818 общественных наблюдателей. Кроме того, на базе Дальневосточного федерального университета действовал один из самых крупных в России региональных ситуационно-информационных центров вместимостью 120 рабочих мест. В нем велось онлайн-наблюдение за всеми аудиториями пунктов проведения экзамена. То есть каждую аудиторию мы смотрели вот здесь и сейчас, буквально от начала до конца и в режиме именно реального времени, что позволило нам большую часть нарушений выявленных отработать здесь же на месте. Потому что мы говорим о 16 нарушениях выявленных, это те, которые повлекли за собой какую-то дальнейшую реакцию, и в том числе составление протоколов, удаление и так далее. Но помимо этого существует ряд других нарушений, которые не влекут за собой, например, аннулирование результатов, но являются замечаниями, нарушениями процедурными. Двоечники, те, кто не набрал проходных баллов, будут пересдавать ЕГЭ в дополнительный период. Стартует он 4 сентября. После будут известны окончательные итоги ЕГЭ-2018. Кстати, с 2019 года можно будет по выбору сдавать китайский язык. Для Владивостока, где в нескольких школах его изучают углубленно, это особенно важно. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. Кто-то только готовится к поступлению, а кто-то уже получает диплом об окончании учебного заведения. Волна выпускных торжеств накрыла вузы Приморья. В этом году тысячи бывших студентов покинули родную Альма-Матер. Как прошли выпускные в крупных университетах Владивостока и чем планируют заниматься дипломированные специалисты, расскажет Дмитрий Беломеснов. Студенческие годы позади. Далее уже настоящая взрослая жизнь. Вузы Владивостока выпускают в этом году тысячи специалистов. Тихоокеанский государственный медицинский университет подготовил кадры для больницы, поликлиник города и края. Документы о высшем профессиональном образовании вручены 432 выпускникам. Из них 157 врачей-ординаторов, а это невропатологи, стоматологи, хирурги, акушеры, гинекологи. Многие из них уже отработали врачами общей практики. Сегодня диплом ординатора позволит им профессионально реализовать себя в более узкой специальности. Ну, изначально хотелось пойти именно в хирургию, потому что, так мне кажется, что хочется что-то делать руками и при том видеть результат своей работы. То есть, что поступил к тебе ребенок больной, ты его вроде бы полечил, и он пошел домой здоровый. В дополнение к диплому о базовом высшем медицинском образовании, этим выпускникам выдали сертификат специалиста, который дает право на самостоятельную врачебную деятельность. Это, считают молодые доктора, очень почетно. Ведь врачи для обучения в ординатуре отбираются по конкурсу. Подготовка клинических ординаторов осуществляется по индивидуальному плану. Следует отметить, что 40% наших врачей-ординаторов подготовлены по программам целевой ординатуры. Это значит, они готовились для конкретных учреждений здравоохранения, для конкретных рабочих мест Приморского края и Сахалинской области, Камчатки и Республики Саха и Якути. Мы работаем для учреждений здравоохранения всего Дальневосточного федерального округа. Ряды детских врачей в этом году пополнят 63 специалиста. После получения заслуженных дипломов новоиспеченные доктора дали торжественную клятву врача Российской Федерации. Стать педиатрами многих побудила любовь к детям, желание обеспечить здоровое будущее молодому поколению. Я всегда любил детей, и мне кажется, это более, самое благородное, именно даже среди медицинских профессий, она сложнее, на мой взгляд, чем остальные, но она интереснее. Потому что именно вот с детей, если хорошо лечить детей, то в принципе на взрослом этапе уже врачи не так сильно нужны, у них как бы на себя отпадает. По словам представителей Департамента здравоохранения, медицина Приморья остро нуждается в притоке современных квалифицированных специалистов. Поэтому проблем с трудоустройством для них не существует. И уже в ближайшее время их можно будет встретить в поликлиниках и больницах Владивостока и края. В будущее место работы я определился. Это городская больница, первая городская больница, Владивостокская клиническая. В краевую детскую клиническую больницу на Первой речке. В дальнейшем либо поликлиника, либо стационар. Но вы планируете остаться вот именно во Владивостоке? Да. Нет, в Владивостоке. У меня целевой договор именно с городской Владивостокской поликлиникой номер 9. Свои кадры подготовил и в ГОЭС. Девять дизайнеров выпустил Институт сервиса мода и дизайна. По словам специалистов университета, к выпуску учащихся на творческих направлениях остается процентов на 30 меньше. Защита дипломных работ у дизайнеров прошла в формате дефиле. Они представили собственные коллекции. В скором времени эти ребята будут радовать и удивлять приморских поклонников фэшн-индустрии. Ну а кто-то уже сотрудничает с известными брендами Владивостока. Фишка в том, что каждый из элементов костюма может заменяться. И мы получаем из семи комплектов, может быть, еще больше. То есть, если мы заменим куртку на другую куртку или джинсы куда-нибудь в другое место поставим, получим абсолютно новый образ. То есть, это, можно сказать, такой мини-гардероб. В этом году в высшей школе телевидения прошел двойной выпускной. С момента основания школы на базе университета это второй выпуск направления телевидения и мультимедийная журналистика. И первый выпуск направления реклама и связи с общественностью. Бакалаврам вручили дипломы и поздравили с окончанием вуза. Теперь новоиспеченные журналисты и пиарщики будут испытывать свои медийные силы ведущих с МИД Дальнего Востока и к Приморской столице. На своеобразном выпускном показали документальные фильмы, с которыми дипломники выступали на защите выпускных работ. На суд представили три проекта, один из которых «Тайны Приморья. Брат и сестра». Первая часть из цикла документальных фильмов о мифологии нашего края. Авторство Артура Лесникова. К слову, молодой журналист кроме диплома получил еще одно признание. Его включили в Золотой фонд в ГУЭС. Всегда меня увлекала журналистика. И, собственно говоря, снимала, фотографировала. И вопрос не стоял, куда поступать, только сюда. Более 4000 специалистов выпустил в этом году Дальневосточный федеральный университет. Приятные воспоминания останутся у студентов ДВФУ от церемонии ТОП-100, по традиции собравшей в себе сотню лучших выпускников. Одним из главных условий для включения в ТОП-лист стало получение красного диплома. Из всех отличников были выбраны победители различных конференций и творческих конкурсов, авторы научных разработок, спортсмены и активисты. Занимаюсь спортом, профессионально занимаюсь плаванием. Защищаю честь университета на спортивной арене. И вот за... Тоже занимаюсь спортом, плаванием. Академическое грябле еще присутствовал при развитии этого спорта у нас ДВФУ. И... Много-много работали. Споем в творческом центре. Мы... Очень много работали, чтобы сюда попасть. Все четыре года мы отстаивали честь родного университета, выступали на сцене, пели. Чествование лучших выпускников прошло в особенной атмосфере. Каждый виновник торжества переоблачился в классическую академическую черную мантию и конфедератку. Пока лавров, специалистов и магистров можно было отличить по разным элементам костюма. Накидкам, галстукам. Вручал заслуженные дипломы ректор ДВФУ, который также следовал дресс-коду. Ну а дипломированные специалисты после получения заветной красной корочки размышляли о будущем. Магистратура. Учиться дальше, развиваться и как бы планируем остаться здесь, ДВФУ. Дальше планируем магистратуру и работать, конечно же. Да, магистратура. Ну, наверное, может быть в этом уже сети, может быть в другом. Дальше планирую поступать в аспирантуру, заниматься тем же видом исследований, что я сейчас занимаюсь. Думаю, или поступать в аспирантуру, или уже идти дальше, в светлую жизнь. Все эти ребята прошли большую часть пути по трудной дороге получения образования. Они могут гордиться собой. Своеобразный пропуск во взрослую жизнь в виде диплома у них на руках. Их успех – яркий пример для нынешних абитуриентов и для тех, кто только определяется с вузом или профессией. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. К другим темам. В России вводится новый порядок регистрации автомобилей, вследствие которого об обязательном визите в ГИБДД можно будет забыть. Отметим, что первое чтение в Госдуме законопроект прошел еще в 2013 году и с тех пор дорабатывался. Согласно предложенным поправкам, процесс регистрации должен значительно упроститься для покупателей новых автомобилей у официальных дилеров. Их предлагается избавить от необходимости ездить в ГИБДД для постановки машины на учет. Эту функцию планируется передать дилерам. Получить статус специализированной организации автосалон сможет после прохождения проверки и выполнения ряда требований, в том числе наличие договора с автопроизводителем и штата квалифицированных сотрудников. После этого дилер сможет сам отправлять документы в ГИБДД, изготавливать номера и передавать весь комплект документов с ключами покупателю. Эту услугу предлагается сделать платной. Скоро зрители 8-го канала уведут программы на китайском языке, а в Хейлуцзяне узнают про Владивосток. В Екатеринбурге состоялась 5-я российско-китайское экспо. В открытии приняли участие официальные лица Российской Федерации и Китая, а также регионов обеих стран. Выставку посетило более 400 делегаций из России и Китая. Общее количество посетителей превысило 48 тысяч человек. Порядка 250 российских и китайских предприятий были представлены на экспозиции общей площадью 8,5 тысяч квадратных метров. Отметим также, что более 18 отраслевых форумов состоялось в рамках проекта. 24 соглашения были подписаны на полях выставки. Одним из важнейших мероприятий выставки стала неделя Хейлуцзянского телевидения в России. На ней представители 8 канала подписали долгосрочный договор о сотрудничестве с китайской стороной. Обмен контентом начнется уже осенью. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Масштабная внутренняя проверка выявила в МЧС множество проблем. Более 50 воспитанников ведомственного детского сада завода «Эра» администрация города устроила в муниципальные сады. Мужчины Владивостока настолько суровы, что катают в своих машинах диких зверей. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНОС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Масштабная внутренняя проверка выявила в МЧС множество проблем. Более 50 воспитанников ведомственного детского сада завода «Эра» администрация города устроила муниципальные сады. Мужчины Владивостока настолько суровы, что катают в своих машинах диких зверей. Трое утонувших за две недели. Такова сегодняшняя статистика в Приморье. Массовый купальный сезон еще не начался. Однако о безопасности на воде пора всерьез задуматься и взрослым, и детям. Сотрудники МЧС и опытные дайверы не советуют отплывать далеко и купаться в одиночку. Ведь именно в этом причина данных фатальных случаев. Подробнее о пугающей тенденции расскажем в нашем следующем сюжете. Как показывает практика, даже если человек профессионал в своем деле, редких ошибок ему не избежать. Роман Фадеев работал с млекопитающими Приморского океанариума. Опытный специалист и сам чувствовал себя как рыба в воде. Но на днях эта самая вода погубила парня. Недалеко от села Глазовка Лазовского района Фадеев в одиночку ушел купаться и не вернулся. В случае с Фадеевым, по мнению специалистов МЧС, должен стать последней каплей для осознания того, что с морем шутки плохи. И в первую очередь это должна понять молодежь. У нас проводится в главном управлении в связи с этим акции «Безопасный берег», акции «Научись плавать». Это все, что связано с детьми. Проводим занятия в виде различных викторин, розыгрышей, соревнований и так далее, чтобы привить детям непосредственно знания о безопасности поведения на воде. Ощутите эту жуткую статистику, только за первую половину июля в Приморье утонуло 3 человека. Подобные случаи с начала 2018 года, к сожалению, не пропадают с новостных лент. А ведь все, что нужно, чтобы избежать фатального исхода – пара товарищей рядом, какая-либо страховка, а главное – чувство меры. Это касается и дайверов, и рыбаков, и обычных горожан. Об этом, как никто другой, знают в местной федерации фридайвинга, где безопасность на соревнованиях превыше всего. Мы живем возле моря, и, к сожалению, люди гибнут в нем каждый сезон. Важно знать, что для того, чтобы начать заниматься нырянием, нужно быть к этому подготовленным, как минимум уметь плавать и расслабленно отдыхать на воде. Необходимо подобрать снаряжение, а также пройти обучение. Если и нырять глубоко, то со страховочным боем. Не делать этого с излишним количеством грузов или будучи замерзшим. Поэтому, пока массовый купальный сезон еще не начался, самое время подумать о будущей безопасности себя и своих близких. Уплывать далеко от берега и купаться в больших водоемах в одиночку специалисты не советуют. Максим Яковлев, Новости на Восьмом. Масштабный внутренний аудит выявил в МЧС множество проблем. От нехватки кадров и топлива до проблем с обмундированием и техникой для пожарных и спасателей. Анализ деятельности структуры проводился по требованию нового министра Евгения Зиничева. В итоге, текущий некомплект личного состава в пожарной охране составляет по стране более 23 тысяч человек. Некомплект дежурных караулов – 10 тысяч. Проблемы с комплектованием состава выявлены в спасательных воинских формированиях Центрального федерального округа, авиационных отрядах МЧС и Государственной инспекции маломерных судов. Проверка также выявила критическое положение дел с оснащением спасателей и пожарных. Обеспечение службы тыла и вооружения в текущем году составляет продовольствием 88%, вещами – 21%, горюче-смазочными материалами – 36%, средствами на содержание техники – 20%, отмечено в докладе. У 67% основной пожарной техники и 73% специальной техники превышены сроки эксплуатации. Кстати, все названные проблемы возникли в период, когда МЧС возглавлял Владимир Пучков. Отметим, во время наводнения в Приморье в августе 2017 года жители Хасанского района жаловались на отсутствие помощи от спасателей. В населенных пунктах говорили, что никто в поселке не приезжал, спасались сами. 53 воспитанника ведомственного детского сада «Завода Эра» устроены в муниципальные сады. Позаботилась об этом администрация города. Напомним, ранее руководство «Завода Эра» приняло решение о закрытии своего ведомственного садика, который расположен по улице Муравьева-Амурского, 4. По словам сотрудников детсада, им предложили написать заявление на увольнение, а родителям же было объявлено, что детский сад закрывается с 1 июля. Так и произошло. 80 детей остались без детсада, а десяток педагогов без работы. В ситуацию вынуждены были вмешаться городские власти. В течение нескольких дней в управление образования администрации города были приглашены родители, которые написали необходимые заявления и которым предоставили свободные места в муниципальных детских садах. Педагогам также предложили работу в системе городского образования. В будущем будет рассмотрен вопрос о том, чтобы разместить на Муравьево-Амурского, 4. муниципальный детский сад. По словам специалистов мэрии, помещение этого ведомственного детского сада является муниципальным. За все годы, что в нем был расположен детский сад, руководство завода «Эра» так и не заключило с мэрией договор аренды. И фактически детсад осуществлял свою деятельность на незаконных основаниях. Но, несмотря на это, городские власти до последнего предлагали руководству завода оформить документы надлежащим образом и сохранить детский сад. Однако решение директора предприятия не изменилось. Кстати, несмотря на то, что детсад существовал в полулегальных условиях, плата с родителей собиралась регулярно. Так, за месяц пребывания в ведомственном саду родители платили 6 тысяч рублей. Напомним, плата в муниципальном саду составляет 2 тысячи рублей в месяц. Дальний Восток – это не медведи, гуляющие по улицам, а дикие кошки в городской среде. Владивосток любуется то тиграми, то львами, то леопардами. Если в начале этого года горожан удивлял прогуливающийся по набережной Цесаревича тигр, то в этот раз из окна автомобиля выглядывал львенок. Жительница Владивостока стала очевидицей интересной картины. В дождливую погоду автомобили встали в пробку на Океанском проспекте. Разглядывая другие авто, она увидела, как из джипа вместо привычной собаки выглядывает маленький львенок. И это прямо посередине центральной улицы Владивостока. Да уж, мужчины приморской столицы настолько суровы, что катают в своих машинах диких зверей. Далее о спорте. Приморские кудоисты выступят на чемпионате мира. Хоккейный клуб «Адмирал» пополнили сразу шесть новых нападающих. Международный турнир по стритболу стартует в приморской столице. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Приморские кудоисты выступят на чемпионате мира. В городе Обнинске завершились недельные сборы среди кандидатов в национальную команду по кудо из числа лучших спортсменов страны 18 лет и старше. Отбор шел среди спортсменов, проявивших себя на чемпионате и Кубке России. В каждой категории на попадание в сборную претендовало по четыре человека. В тяжелейших испытаниях в российскую команду от Дальнего Востока вошли пять кудоистов из Приморского края. Это Андрей Гришин из находки, Владивостокце, Гигамма Новозян, Игорь Пермин, Константин Караульных, А также Александра Савичева. Впереди у них серьезная подготовка к престижным соревнованиям, которые пройдут в японском городе Ногое в декабре этого года. Напомню, что предыдущий чемпионат мира проходил в 2014 году также в Японии. Тогда приморцы с триумфом завоевали семь золотых и две серебряные медали. Хоккейный клуб «Адмирал» продолжает формировать состав на новый сезон. На днях команду пополнили сразу шесть новичков, и при том все нападающие. К морякам присоединились трое атакующих из Магнитогорска и Казани. Это Владислав Бойко, Никита Сироткин и Артур Болтанов. Также к приморцам присоединились и три форварда из Тольятинской лады. Это Александр и Василий Стрельцовы, а также Семен Валуйский. Напомню, что ранее «Адмирал» пополнили два защитника – Юрий Козловский и Александр Угольников, которые в прошлом сезоне выступали в составе «Югры», а также нападающий Александр Куваев из столичного «Спартака». Проверить свой обновленный состав в рамках КХЛ приморский клуб сможет уже 3 сентября. Первым соперником моряков станет клуб «Сочи». Этап всероссийского турнира по стритболу пройдет во Владивостоке. Уже 15 июля в 10.00 прямо на центральной площади города сойдутся уличные баскетболисты со всего Приморья. Соревнования пройдут по правилам ФИБА 3 на 3, но с необычной спортивной составляющей. Каждая игра продлится 8 минут с ограничением в счете в 21 очко. В следующий раунд пройдет команда, которая заработала наибольшее количество очков по итогам трех встреч. Это сделает турнир зрелищным и ориентированным исключительно на атаку. Популярный во всем мире стритбольный ивент, который также носит название «Рэдбул Рейн», проведет отборочные соревнования в 10 городах России. Финал турнира состоится в Краснодаре 28 июля, где главным призом станет поездка на международный финал в Америку. Максим Яковлев, Нойстиспорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. В России официально завершился основной период сдачи ЕГЭ выпускниками школ. В России вводится новый порядок регистрации автомобилей. Согласно предложенным поправкам, процесс регистрации должен значительно упроститься для покупателей новых автомобилей у официальных дилеров. Трое утонувших за две недели в Приморье. Сотрудники МЧС и опытные дайверы не советуют отплывать далеко и купаться в одиночку. В Екатеринбурге состоялась 5-я российско-китайская экспо. Одним из важнейших мероприятий выставки стала неделя Хейлудзянского телевидения в России. На ней представители 8-го канала подписали долгосрочный договор о сотрудничестве с китайской стороной. 53 воспитанников ведомственного детского сада завода «Эра» администрация города устроила в муниципальные сады. А на сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8-го канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8-й канал. Главное – Владивосток. Недавно выяснилось, что у детей, выросших без собаки или кота, уровень интеллекта ниже, нежели у детей из семей, имеющих животных. Кроме того, контакт с животными облегчает адаптацию детей в обществе. Самое интересное, что исследование, которое провели не так давно российские ученые, изучая зоологические пристрастия детей, показало, что именно собаку больше всего желают видеть ребята в качестве четвероногого друга. Дальше следует попугай, кошка, хомяк, рыбки, крыса и обезьяна. Входит в перечень и дикие животные – лев и тигр, а также лошади. При этом, если малышу плохо, его больше тянет к кошкам, собакам и рыбкам. На забавные моменты общения детей и животных смотрим все вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok